Всем здорова, с вами Эдвин и вы на канале Мыслях Геймца. Сегодня будем распаковывать джойстик для Nintendo Switch. Почему я взяла такой джойстик? Потому что, видите, вот эти вот у меня джойстики есть, синий и красный, они заряжаются. И если их достать, то у них нету входа, чтобы там они были проводными, можно было сдалека играть, а они не будут разряжаться. Такого нету. Но плюс этих джойстиков в том, что можно вот так вот двигать, там, кидать и так далее. Я купил джойстик для того, чтобы можно было играть хоть весь день, чтобы он не разряжался. Он идет проводной и через люзги. Так, ну теперь можно открывать, посмотрим, что там идет внутри. Так, идет провод. И походу сам джойстик. Да, это сам джойстик. Давайте посмотрим на него. И... Та-да-да-дам! Кстати, он такой прям толстый, если посмотрите, вот так вот он. Теперь давайте снимем пленку. Кстати, и он реально похож на джойстик от Xbox. Вот прям похож. Думаю, будет прикольно. Давайте сейчас попробуем подключить. Значит, берем еще провод и USB. Откручиваем. Так, ну нормально такой длинный. Значит, где у нас там джойстик? Подключаем. Здесь есть сбоку два входа. И подключаем. И подключаем. Все. Здесь будет так много раз моргать кнопки. И после этого он уже определит джойстик. Теперь он работает? Так, теперь, да, вот я им сейчас и ставлю. Ну все, тебе можно убирать, да? Если их ты поставишь на место, не будут конфликтовать? Сейчас, по идее, нет. Там будет написано, что типа, эти джойстики заряжаются. Да, работает. Покажут, все заряжаются. А с этого джойстиком можно играть. И он тоже еще, кстати, заряжается. И он, как зарядиться, можно им тоже отдельно. Сейчас нужно зайти в игру. И определить, через чем мы будем играть. С такого контроля, с такого или с такого. Сейчас я нажимаю любую кнопку. По идее, должно определить, что будем играть с этого джойстиком. Но вот что-то не хочет. Там нарисовано именно, что вот эту кнопку надо нажимать. Вот она, видишь? Горит. Везде мигает. Есть варианты контроллеров. Есть вот такие маленькие. Есть типа шарика. И если это все дело находится на самой консоли. Но вот именно такого по какой-то причине здесь нету. Походу дела в этой игре нету. Ну-ка, давай другую игру какую-то попробуем. Марио там, например. А вот теперь, знаешь, она вообще отключилась. Сейчас попробую включить. Пока что еще. Все, вроде запустил. Да. Может, она отключим был? Ну-ка, зайди еще раз. Пикачу это. Нет, он отключается сейчас. Отключилось все. Ну, значит, такая штука. Те игры, в которых требуются такие геймпады, в которых нужно делать движения, и за счет этого работают. То вот такой геймпад, он просто автоматом вырубается. Видите? В Mario по-любому будет играть. В Mario вроде там выброса такого нету. Сейчас посмотрим. А, вот да, можно три варианта есть. Да, вот видите, вот у Nintendo хорошо, блин, сделали. Когда у вас запускается игра, вам предлагаются варианты, которые можно подключать. Вот этот вариант у нас есть, этот есть, и этот тоже можно. Вот у нас такая штука есть, на которую можно вот эти маленькие джойстики собрать, и получится, в принципе, вот такой большой. Так что в Mario, ну, понятно, что в Mario можно поиграть. Все, так что, если вы подключаете, столкнулись с такой проблемой, то решение вопроса вот такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok